Резюме. Резюме. Мысль, которую я вел всю дорогу по прокрастинацию, но как-то все вокруг да около. Очень важно, как я считаю, не сходу налетать на проблему. Есть проблема, вот я откладываю на завтра. Я беру и начинаю себя пытать, истязать, задвигать в себя какие-то рамки, соответствующие обществу, одобряемые обществом. Либо я начинаю глотать розовенькие колесики, либо я начинаю просто, да ты не мужик, давай, давай. Короче говоря, я все время детерминирую себя какими-то рабскими штучками. Я все время стараюсь утвердиться, да, я не свободный человек, я не живой человек, я всего лишь раб, я всего лишь робот, и нужно здесь поступить как робот. Это будет, если я невнимательно к себе отношусь. То есть та фишка, ради которой существует прокрастинация, напомнить мне, что я живой, и стать живым, заявить о себе так о живом, я и начинаю профукивать. Что происходит? Я трачу на это гигантские средства, средства в смысле денег и времени, воли и усилий, энергию. Я трачу энергию не с тем, чтобы получить больше, вот если я трачу энергию на какой-то живой процесс, я и на живой трачу энергию, я получаю больше. Если я трачу энергию на автоматический процесс, я весь выдыхаюсь. Мне потом нужно где-то искать бензин вообще. И еще вопрос, где я буду таскать бензин, и что со мной будет. И дальше у меня возникает сильное чувство вины перед собой, которое я задвигаю как можно дальше, тогда я проецирую ситуацию, где я виноват перед другими, чтобы оправдать это чувство вины. Виню себя потом за это. И я меняю один симптом на другой. Здесь у меня ушло, там у меня прибудет. Короче говоря, я в очень сильном минусе. Это то же самое, как брать кредит и невнимательно читать мелкий шрифт. То есть я плачу с процентом. Вот я вас призываю относиться к себе уважительно, внимательно. Если вы любите себя, если вы интересны себе, поживые люди. Суть важна. Пойдете ко мне на терапию, не ко мне, не пойдете вы на терапию. Я не говорю, что терапия нужна всем, я вообще не про это. Важно, чтобы вы не задвигали себя в прокрустово ложе нормальностью. Важно, чтобы вы относились к себе уважительно, ко всем своим дурацким, идиотским проявлениям, мешающим. Очень часто люди говорят, ну это же будет мешать. Вот что вам мешает, когда, вы помните, прошу, ребят, тот, кто нам мешает, тот нам поможет. Вот это оно. Если вы к себе внимательны, если вы к себе интересны, вы начинаете понимать, что то, что с вами происходило, это делали вы с собой. И оказывается, это ваша мощь, ваше могущество. То, что непреодолимое, какая-то гадость, что с вами происходит, это в ваших руках все. В ваших руках творить свою жизнь. Это творческая сила. Вы можете просто брать и делать из своей жизни, и пить только не то, что положено. Вот это вряд ли получится. А то, что вы на самом деле хотите, на самом деле. Ваше внутреннее мудрое «я», что хочет. То, в чем вы готовы признаться, где-то по очень сильному объединению, а потом постараетесь забыть. Да, вот то, что вы часто не осмеливаетесь признаться себе в этом, это на самом деле вы можете делать с собой. И с окружающими. Окружающие точно так же нуждаются в вас настоящих. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. Если есть вопросы, я отвечу. Образуйтесь, наступайте. В этом ролике, как я вспомнила, как реагируют эти близкие люди, не очень близкие, жена, в общем, у меня в 19-летний друг сказала, я желаю тебе повзрослеть, стать нормальной, умной девушкой. Скажу, есть ответ, как реагировать в четыре раза медленнее, не выдавай реакцию сразу. Выдавай реакцию внимательно. А что с тобой происходит сейчас? Каково тебе то, что он сказал? Реакция все равно нужна, но в четыре раза медленнее это совсем другое. А что с тобой вообще-то происходит? А что с тобой происходит такого, чего ты никогда не замечала? Я бы, например, так как я холодно отношусь к тому, что он там сказал, я не горячо, не с горячей головой отношусь, как ты. Я бы, например, услышал, что действительно надо повзрослеть, надо заботиться о себе, надо быть собой. Такое глупое послание, они чем хороши? Они очень интуитивны. Перестать зависеть от его мнения. Ну, я не знаю, ответил. Да, да, ну, почему они это делают, это как бы один вопрос. А другой вопрос, почему они это делают с тобой, почему ты вызываешь это. Например, если тебя все машины обливают грязью, я тебя там вымазываю, проходя мимо тебя, я тебя говорю очень условно, в смысле, это не про тебя. Это потому, что ты, наверное, стараешься быть слишком уж чистенькой, чрезмерно чистенькой. И как бы просишь всех окружающих, напомните мне, что я состою из материи, я человек живой, не ангел. Ну, нет, мне наоборот сестра это говорится по текстам, что-то типа химия, страдаешь. Я понимаю ее подтекст, я говорю о том, что, но почему с тобой это происходит. Может быть, ты страдаешь херней, слишком придавая им значение этим словам. Ну, грубо, у меня был человек на терапии, который жаловался на свою жену, потому что она совершенно не замечала, как она не заботится. Ладно, это его слова, окей. Он говорит, ты делай для нее все, а она говорит, ну, где и где эта твоя забота. И он говорит, у меня сил уже не остается. А она, я не помню, какие слова она ему говорила. Ну, короче, блин, я не помню, там красивая была фраза, которую она постоянно повторяла. Я говорю, отнесись внимательно к этой фразе. Там фраза типа позаботься о себе. Там все время в этих словах звучит прям. Берешь вот просто и буквально читаешь. И она вот такая фраза. Я забыл ее, черт возьми, очень жалко. Наверное, сначала встань от меня, позабося о себе. Посмотри на себя. Посмотри на себя. Да, вот что-то похоже. Да, 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 да. Как будто бы она напоминала, и может действительно о себе надо начать заботиться, и тогда и с ней там какие-то изменения вообще произойдут. Потому что это его беспокойство. А, 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 ну это называется, он субъекта, как, помнишь, субъекта А, да, на место субъекта Б ты встал. То есть он забыл, что он есть, и все внимание, которое нужно ему, он ей навяливает, навяливает, навяливает. Скорее всего, он ей там дарит розы, которые ей нафиг не нужны, там покупает, не знаю, там, ну, допустим, пиццу, которая нафиг не нужна, и ее уже не замечает. Она все говорит, да где ж твоя забота обо мне, ты там вообще слышишь меня? А она пробиться не может через вот эти вот штуки. Это я про послание к нам. Их стоит внимательно слушать.